Снос торговых рядов. Столица сегодня самая обсуждаемая тема среди предпринимателей. Бизнесмены обеспокоены столь резким решением руководства Москвы. Может ли случиться подобное в регионах? Этим вопросом озадачено все бизнес-сообщество Сочи. Пострадавшим собственникам обязаны выплатить компенсацию или предоставить альтернативные места, считают участники форума. Своё мнение, они планируют оформить письменно и направить в Торгово-промышленную палату Российской Федерации. На курорте же, отмечают руководители городских предприятий, малое и среднее предпринимательство развивается. К началу летнего сезона для бизнеса откроются и новые возможности. Очень приятно, что Анатолий Николаевич Пахомов услышал предпринимателей. И сейчас к курортному летнему сезону будут появляться новые места размещения и стационарной торговли, что это очень актуально для города. В общем-то предприниматели едины в одном, что очень хочется к курортному сезону получить дополнительные торговые места. Что сейчас город идёт навстречу предпринимателям, что будут выделяться такие места. Очень интересная программа развития сельхозбизнеса в сельском хозяйстве. То есть подвижки есть со стороны администрации, но об этом не говорить невозможно. Развитие предпринимательства – это не только обновление и повышение устойчивости экономики, но и новые рабочие места, подчеркивают бизнесмены. Поэтому решение главы города считают своевременным. Если на сегодняшний день не создавать дополнительные условия конкуренции, не создавать дополнительную инфраструктуру, не расширять пляжи, какие-то объекты питания создавать, чему это приведёт? Приведёт, безусловно, к росту центра. Создать некие новые объекты, связанные с питанием, чем-то ещё на территории города Сочи – это не только правильно. Я считаю, что это крайне необходимая мера. С учётом сегодняшней непростой ситуации, когда у нас закрытый ряд популярных туристских направлений, и людям, которые планируют отдыхать, привыкли отдыхать у моря, у которых есть такая возможность, они поедут куда? Ну, поедут на территорию Краснодарского края. Реализовывать во временных торговых точках можно будет фрукты, овощи, мороженое или сувениры. И от этого город получит очевидный плюс, уверены предприниматели. А диалог бизнеса и власти продолжается. Встречи с представителями администрации и городского собрания состоятся и в рамках этого форума.